Доброго времени суток, многоуважаемые зрители канала Заметки Нумизмата. На нашем канале мы показываем, стараемся рассказывать про различные монеты. Меня обычно приглашают для рассказа о золотых монетах, датированных временем правления императора Всероссийского Николая II. Ну а сегодня, с вашего позволения, давайте, может быть, немножечко не посмотрим на монеты, а поговорим. Поговорим на тему важную, интересную. Многие интересуются, многие используют какие-либо ссылки на различных авторов по этой теме. А тема такая. Чеканка золотых монет имперского образца в советский период, в 20-е годы. Почему эта тема многих интересует? Ну, во-первых, потому что хочется отличать, скажем, условно настоящие монеты, начеканные действительно при Николае II на Монетном дворе в Петербурге, и монеты, появившиеся позже, которые некоторые считают новодельными монетами, некоторые вообще подделками, что, конечно, некорректно. Ну и желанной в коллекции может быть именно императорская монета. Хотя, с другой стороны, ведь, наверное, важно, каким тиражом выпускалась та или другая монета. И если тиражи многих, заведомо императорских, измерялись миллионами, десятками миллионов, то монеты, выпускаемые тиражами в разы или в десятки раз меньше, конечно, более ценна, редка, но, наверное, по-своему, востребована. Кроме того, по поводу так называемой советской чеканки ходит много слухов, сплетен, спорной информации. Многие монеты этого времени приписывают, не только золотые, но и серебряные. По этому поводу существуют и различные, можно сказать, спекуляции, набавления цен на монеты, которые считаются имперскими, наоборот. А сегодня я обращу ваше внимание на совершенно свежее исследование, только что появившееся в журнале «Петербургский коллекционер» в пятом номере 2018 года. И материал это так и называется «О чеканке в СССР золотой монеты в 1923-1924 годах». Почему именно эти даты, время условной советской чеканки несколько больше, с 1923, может быть, даже с 1922 и по 1926 год? Но тут дело в том, что относительно чеканки 1925-1926 годов написано много. Изначально, конечно, информация была в целом открыта для нумизматов «Ахивариуса» «Монетного двора» в Петербурге, «Смирновым». И в общих чертах эту информацию и так все знают. Для простоты я ее повторю, что в конце 1925-1926 года несколькими партиями в течение нескольких месяцев чеканилась монета, называемая «золотой монетой» на больших и малых кружках. Конкретно, что это имперская монета, в документах монет у двора в советское время не указывалось. И это соответствует, соответственно, 10-ти и 5-ти рублевым монетам. 10-ти рублевая монета была начекаяна в количестве свыше 2 миллионов штук и 5-ти рублевая в количестве примерно миллиона штук. Как позволяли исследования «Архивариуса Монетного двора», в основном речь шла или только речь шла о 10-ти рублевых монетах с датировкой 1911 год. Об этом мы с вами уже говорили в других наших передачах. Именно этим объясняется встречаемость на нумизматическом рынке большого количества, относительно, конечно, большого количества 10-ти рублевых монет 1911 года. В великолепном исполнении, хотя и с некоторыми отличительными особенностями, которые позволяют отличить именно 11-ти год от всех других по некоторым технологическим особенностям. Ну и 5-ти рублевая монета, по мнению, как я уже сказал, Смирнова, была представлена образцами, начекайными инструментом 1898 года. В этом огромном объеме монет условно советская чеканка, можно сказать, утонула. И отличить достоверно, не имея бросов штемпельного инструмента, монеты советской и имперской чеканки 1898 года, наверное, невозможно. А вот что было до того, до 1925 года, была ли какая-то чеканка имперской монеты ранее, на эту тему существует много слухов, но было крайне мало сведений. И вот, наконец, группы исследователей, причем из разных городов, объединив свои усилия и обратившись непосредственно в различные архивы для получения не только необходимых архивных документов, но и их взаимной перекрестной сверки, действительно смогли нам открыть полностью вопрос чеканки монет в 1923-1924 годах. Материал большой, содержит больше 10 страниц, большое количество копий, документов. Всех их приводить, наверное, не имеет смысла. Я думаю, что для каждого из вас будет правильнее приобрести или взять у друзей пятый номер журнала «Петербургский коллекционер», прочитать эту великолепную статью, это действительно прекрасный труд, и для себя закрыть этот вопрос. Очень коротко расскажу вам общую суть. Советское правительство в 1922 году, да даже и раньше, было, конечно, обеспокоено катастрофическим положением в области финансов, обесцениванием имевшихся тогда сов-знаков, ничем не обеспеченных бумажных денег. Инфляция была чудовищной, покупательская способность минимальной. Между тем была уже объявлена новая экономическая политика, НЭП, и хозяйствующие объекты должны были между собой рассчитываться все-таки твердыми деньгами, по крайней мере, заранее рассчитывать себестоимость товара, производство, для этого надо понимать, за сколько же ты его купишь. Для нас важно, что советское правительство очень хорошо понимало необходимость стабилизации финансового вращения, фиксации цен, желательно приведение их в удобное исчисление рамки, ну, примерно соответствующие денежным эквивалентам имперского времени. Были даны распоряжения по разработке эскиза и чеканке такой золотой монеты, а также серебряной, о чем мы с вами гораздо лучше знаем, по советским полтинникам и 50-копейшным монетам и рублям, всем хорошо известным, говорили о них на прошлых передачах. А вот касательно золотой монеты вопрос несколько затягивался, и для стабилизации денежного обращения для начала 22-м году было принято решение о свободном обращении имевшихся золотых монет, в том числе имперского образца. Их принимали в том числе и государственные предприятия, что позволяло более-менее контролировать цены и даже устанавливать, можно сказать, новые ценовые исчисления в привычных имперских деньгах в серебряном и золотом исчислении. Ну а обращение необходимо было монетой пополнять. Вплоть до того, что проводились даже интервенции не только на официальном, но и на черном рынке государство совершенно обоснованно вносило постоянно партии золотых монет имперского образца и на черный рынок, таким образом создавая единство ценового пространства, исчисляемого в старых золотых и серебряных монетах. Но запасы государства по золотой монете, естественно, не безграничны. К тому же желательно, чтобы казна пополнялась золотой монетой, а не только отдавала ее для обращения. Вот с этой целью было принято решение еще до того, как были утверждены эскизы новой советской золотой монеты, которую мы с вами знаем, как червонец или сеятель, начать чеканку заново монеты имперского образца. Выяснилось, что инструмент, который находился на монетном дворе, а он там был, совершенно непригоден для использования и настолько хрупок, что даже попытка его копировать для последующего производства базового инструмента, скорее всего, потерпит неудачу. Но значительная часть инструментов была эвакуирована в отделение бывшего Государственного банка Российской империи в пригород Нижнего Новгорода, Канавина. И всю эту ситуацию даже иногда исследователями с собой так и называют «канавинская история». В общих чертах также вы в статье найдете упоминание об этой истории. В Канавина действительно был найден сохранивший инструмент, по всей видимости, заново переправлен на монетный двор, с ним были проведены определенные работы. И, вероятно, именно к концу 1922-го или первой половине 1923-го года относятся первые пробные работы по чеканке монет имперского образца из того инструмента, который удалось привезти из Канавина. Этот инструмент, естественно, находился в плохом состоянии, был корродирован, соответственно, чищен. И с большой вероятностью различные вариации странных золотых монет и были, собственно, произведены вот тем самым инструментом, доставленным из Канавина. Говорим это предположительно. Авторы статьи тоже очень аккуратно, предположительно, говорят об этом. Такое могло действительно быть. И, скорее всего, происхождение вот таких странных монет имеет отношение к так называемой канавинской истории. Но параллельно шли работы как по производству инструментов для чеканки советской монеты. И работы эти затягивались в том числе из-за того, что пока был утвержден эскиз привычного нам червонца-сеятель, стало понятно, что государство наше уже изменилось. В конце 22-го года был подписан союзный договор. У нас появился новый государство, Союз Советских Социалистических Республик с новой эмблемой, новым гербом. И для нового государства, конечно, требовались новые монеты. Такие монеты были произведены. Очень короткая история их создания также в статье изложена. Одновременно с этим продолжалась чеканка имперской монеты. В основном это были 10-ти рублевые монеты. Причем, по многим данным, и в статье об этом также сказано, инструмент для их производства был вновь изготовлен на монетном дворе, как маточники, так и штемпели. И некоторые перекосы в отчетности монетного двора в этот период, в 23-24 год, позволяют косвенно предположить, что одновременно производилась чеканка и 5-ти рублевые монеты. Сведение монет по количеству кружков и стоимости говорит о том, что 5-ти рублевые монеты в отчете указывались условно 2 за 1 кружок для простоты последующего учета. И вот несоответствие кружков, произведенных на монетном дворе, и конечной стоимости отпущенной продукции позволяет понять, что, по крайней мере, в двух месяцах чеканилась кроме 10-ти рублевая и 5-ти рублевая монета. Таким образом, на сегодняшний день мы можем утверждать однозначно, что период 1923-24 годов советское государство чеканило монету имперского образца, причем весьма большим тиражом. Некоторые предположения по тиражу содержатся в работе, приводятся отчеты монетного двора о чеканке, золотой монеты. Более того, обращается внимание, что в отчетах золотая монета, произведенная на монетном дворе, и червонец, а именно так назывался привычный нам сеятель, разделены и учитываются отдельно, в том числе и в нарядах на производство, что весьма важно и фактически является подтверждением чеканки двух типов монет в этот период. Итак, пожалуйста, читайте великолепную статью, и хочу сказать огромную благодарность авторскому коллективу, который смог потратить массу времени и своих сил для того, чтобы добыть необходимые документы в архивах, Валерию Дмитриеву, спасибо большое Виталию Сидорову, Александру Девочкину, другим, принимавшим участие в исследовании по данной теме. Пожалуйста, читайте Петербургский коллекционер великолепную статью о чеканке золотой монеты в 1923-1924 году, и позже мы с вами сможем к этому вопросу еще вернуться и, наверное, обсудить данную статью и возникающие у вас вопросы, возможно, в форме каких-то интервью, ответов на ваши вопросы. Пожалуйста, присылайте их по всем возможным каналам связи для канала заметки Мизмата. Мы обработаем ваши вопросы и в форме ответов постараемся рассказать все, что касается вопроса чеканки золотой монеты в советский период, в 1923-1926 году, ну и, возможно, в какие-то другие периоды. Смотрите канал «Заметки Мизмата». До следующей встречи.